МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, добро пожаловать к нам. Здравствуйте, благодарю за приглашение. Вам спасибо, что нашли время. И по зуму с нами будет общаться бывший посол США в Азербайджане, Мэтью Брайза. Господин Брайза, как ваши дела, как слышите? Все нормально, спасибо огромное за приглашение. Вам спасибо, что нашли время. Уважаемые гости, мы будем говорить сразу по нескольким традиционным направлениям, но начнем несколько от отвлеченного момента. И начнем с господина Брайза. Дело в том, что в ночь 10-е на 11-е мы получили новость о том, что в Вашингтоне была обстреляна служебная машина посольства США. Наше посольство отреагировало, сообщило соответствующим ведомствам в Вашингтоне. И, как говорится, мы в Баку, в МИД был вызван временно поверенный в делах США в Азербайджане. Ему было сказано, как минимум, недопустимость таких моментов и выражено желание, чтобы это как можно быстро, оперативно и четко было расследовано. Господин Брайза, часто ли такое может происходить в США? Вы, как человек-американец, понимающий такую ситуацию. И следственный процесс, когда идет, все-таки вот раскрываемость с точки зрения, потому что, опять же, это не рядовой случай, а против дипломатов дипломатической машины в данном случае. И, ну, может ли такой рода инцидент, ну, скажем так, что этот инцидент может означать для наших дипломатов в Америке? Я, конечно, я не знаю, кто все считают, или там в Азербайджане, что это еще пример того, что совершили вот экстремистов армянских. Раньше они убили, как мы знаем, 24 турецких дипломатов. Вот это было несколько лет тому назад. Но не знаем пока. Исследование, без сомнения, идет, да, это ответственность правительства США, чтобы защищать всех дипломатов, всех. В том числе, например, в Нью-Йорке, когда идут такие большие встречи ООН, в том числе дипломатов от стран, которых США не очень любят, например, как из Ирана, из Северной Кореи и так далее. Это обязательно исследование должно идти. Я считаю, что это хороший шаг, что тоже МИД Азербайджана заявил, что будут исследовательские такие действия из стороны Азербайджана, там, на территории посольства Азербайджана в Вашингтоне. Это нормально, это так должно быть. Но, к сожалению, обстрелы идут очень часто в США сейчас. Мой родной город, Чикаго, есть почти каждый день обстрел, и люди погибнут, погибают. И это ужасная обстановка. Это до какого степени, вот, с одной стороны, это социальное такое общественное, можно сказать, явление в США, это нехорошо. Но, с другой стороны, когда кто-то обстреляет служебную машину на территории посольства, это серьезная вещь. Что касается судебного процесса, я просто не знаю статус, конечно, вот исследования, и это идет впервые, а потом может быть, может быть, вот, такие судебный процесс. Но, по-моему, самое главное, самое главное, я подчеркиваю, что Депслужба Азербайджана и ГАЗДЕП, что они вместе с правоохранительными органами вот в Вашингтоне сотрудничают, и мне кажется, что это происходит. Будем надеяться, что следствие как можно быстро выяснит все детали, виновные будут наказаны. Ахмед Бе, я этот же вопрос несколько с другого конца хотел бы вам задать. Дело в том, что, вы знаете, когда это произошло, мы вспомнили, что это не первый подобный случай в отношении посольства Азербайджана, дипломатических наших ведомств за последнее время. Например, то, что происходит в Париже с нашим посольством, это какая-то у них такая очень негативная традиция, там пытаются влезть в это посольство, обливают краской и так далее. Есть ощущение, что официальные власти в Париже не особо сильно, скажем, четко реагируют на это. Мы знаем некоторые попытки провокации в отношении нашего депреставительства в Ливане, в Бейруте. Вот все эти последние случаи, на Ваш взгляд, ну, когда пикеты какие-то, мы к этому привыкли. Ну, то есть США, Париж, Бейрут. Видите ли Вы какую-то тенденцию, да, на данном случае? Да. Во-первых, я думаю, что, еще раз, мы должны подождать результаты следствия. Преземпцию невновности никто не отменял, это надо подождать. Но мы видим, что есть определенные тренды. А этот тренд состоит в том, что азербайджанские дипломаты, они сейчас, на них совершаются атаки в визе. И мы в Баку обычно видим в этом след спецслужа Армении или армянской диаспори, я думаю. И Новая Армения очень часто пытаются показать, что в Лондоне это было организовано со всеми там шиитскими, религиозными радикалами. То есть такие вот Армения хочет вести след о себе. Поэтому я думаю, что в этом контексте надо подождать с результатами расследования. Но я думаю, что если мы будем предположить, что очень вероятно с того, что представители армянской диаспоры, они очень сильно... Слишком много совпадений. Да, слишком много совпадений. То я думаю, что это уже является частью асимметричной борьбы. То есть на поле боя и на поле дипломатии мы видим, что в Азербайджане есть успех. Особенно после встречи в Праге уже как бы... И мы говорим, что можно перед полу 600 до конца года будет подписан мирный договор. Вот поэтому я думаю, что в этом контексте те силы, которые недовольны, они должны были себя показать. А это в этом контексте армянская диаспора. Я даже думаю, что возможно, возможно, на некоторых лидерах Армении тоже будут совершены некоторые действия. То есть цель предотвратить мирное соглашение. Да, то есть мы видим, что... Ну, еще раз говорю, вот если смотреть историю дипломатического регулирования бывшего Нагорно-Карабахского конфликта, мы видим, что Азербайджан и Армения были близки миру два раза в 92-м году. Ходжалу и Шуша, как результат этого, этот мирный, мирная повестка не исчезла. Потом в 97-м и 98-м году армянский президент хотел подписать мирный договор, но ему не дали. В 89-м году в парламент Армении, там Вазгин Сарксиан и Карин Тамерчан хотели, как уважаемые представители общества и как бы спикеры парламента, они хотели подписать этот договор, мирный договор, им не дали. То есть мы видим, что периодически, время от времени, когда процессы идут в сторону мира, возникают силы, которые хотят это все остановить. Вот поэтому, да, я думаю, что мы должны понимать, что как минимум до конца года всем нам, всем нашим дипломатам будет очень тяжело в этом плане, в плане безопасности, и надо быть очень-очень осторожным в этом плане, и на повестке дня это мир между Арменией и Азербайджаном. Об этом мы поговорим, но то, что вы перечислили моменты, когда мы в шаге от принятия какого-то решения, происходит трагедия, какой-то инцидент, это, конечно, будем надеяться, что на этот раз ничего не повторится. Я думаю, что, вот, еще раз говорю, если будет нападение на лидера в Армении, на министра иностранного дела, на премьер-министра Армении, я не буду... Вы не будете удивлены. К своим брайзам, я бы вот хотел бы к основной теме все-таки приступить, это касается мирные переговоры, и здесь я хочу вспомнить наши с вами разговоры на протяжении многих лет. К своим брайзам, вы каждый раз призывали о том, что Соединенные Штаты должны больше вовлечься в эту проблематику, между Арменией и Азербайджаном, вы даже говорили, что хотя бы глава Госдепа должен отметить себе раз в неделю проводить какие-то, пусть даже короткие такие совещания, но узнавать, что же там в переговорном процессе и так далее. Сегодня, к своим брайзам, ситуация поменялась, господин Блинкин, он, ну, практически каждую неделю звонит в Азербайджан и Армении. Он организовывает трехсторонние встречи, он организовывает трехсторонние телефонные беседы, Белый дом вовлекается на уровне советников президента США, организовывает опять же трехсторонние встречи и так далее. Господин Брайза, это то, о чем вы говорили, то есть вы именно этого ожидали, или, скажем, это даже выше ваших ожиданий, или, скажем, недостаточно пока то, что вы подразумевали все эти годы, и какой может быть результат? Да, это выше, чем моих ожиданий, да, это хорошо, что госсекретарь Блинкин так заангажировался. Ну, когда я был сопредседателем, время от времени, конечно, я разговаривал с президентом и чаще с госсекретарем, но это хорошо, что это не только беседы, да, или заявления, я имею в виду, вот это встречи, да, и они меняют мнение и так далее, взглядами, и это очень-очень хорошо, как я сказал, это выше, чем, что я ожидал, но это очень-очень нужно, и что даже лучше, по-моему, это тот факт, что сейчас Евросоюз заангажировался серьезно, глубоко, и вот это не только Боррель, глав дипломатии Евросоюза, но это тоже мишель, это президент Совета Европы, это очень важно, потому что Евросоюз, это намного, могу сказать, грубо говоря, более влиятельный, чем только одна европейская страна, в том числе и Франция, особенно когда Франция приняла решение поддерживать одну сторону, это не Азербайджан. И тоже это невозможно, чтобы Россия сейчас играла роль как мирной страны, там на Кавказе, потому что весь мир в курсе того, чем занимается Россия там на Украине, то значит, это очень хорошо, то, что делает Вашингтон сейчас, что будет, Бог знает, по-моему, но я могу догадать, я считаю, как наш друг только что сказал, я с каждым словом, которое он высказал, я совершенно согласен, совершенно. И я считаю, что Пашинян хочет, он хочет этот договор, мирный договор с Азербайджаном, он хочет определить границу между странами, он не хочет, чтобы его войска остаются там, в Карабахе, в Ханкинде, и чтобы другие стреляют время от времени на территории Азербайджана, но тоже, как мы только что слышали, история Армении, это история ужасных событий, когда мир близкий, вот, идут такие, очень такие, ну, это теракты, там, вот, совершенными армянскими против армянов, но это теракты тоже, и я помню, воспоминяю, когда я тоже был сопредседателем, когда стал время для того, чтобы стать послом на Америке в Азербайджане, как эта община армянская, только одна часть, не только блокировала меня, но какие ложные вещи они сказали в свое время, это анка, это даст на ксетун в Америке, в том числе они неправильно открыли то, что было на столе переговоров, касающиеся того, что они сказали, лёжно, они сказали, что Азербайджан ничего не даёт, это капитулация, совершенно капитулация Армении, они не переговоры, Америка, вы сами, господин Брайза, вы давляете на Армению, всё это было ложно, и те же самые политические силы в Америке и в Армении сейчас действуют таким образом, не хотят этот мирный договор, но я считаю, что они уже намного услаблили, ослаблили, да, они более слабы сейчас, судя по тому, что политическое движение Пашиняна выиграло на выборах в прошлом году, 18 месяцев назад, вот, и тренд такой, тренд в период, по-моему, значит, что с заангажированием или с действием Америки и Евросоюза, договор будет, и переговоры будут, и в конце концов мы увидим не только этот мирный договор, но тоже открытие всех этих маршрутов между Азербайджаном и Арменией и Турцией. Это будет, но когда, господин Бог знает. Но мы будем всего лишь надеяться, что это произойдет как можно быстрее. Амит, ваше мнение по этому поводу, почему, вот, я опять же говорю, мы многие годы общаемся с Вейдом Брайзом, и он всегда это подчеркивал, но это начало происходить, ну, скажем, последние 7-8 месяцев. Я даже после войны настолько такую активность американцев не видел. Почему? Только лишь, ну, все говорят, это связано с геополитикой, война в Украине и так далее. Только лишь ли это? Нет, я думаю, если честно, то, что сейчас происходит, это в основном из внутренней динамики процесса в США. Ну, господин Брайз, он может более подробно про это рассказывать, но я думаю, что то борьба, которая идет сейчас между демократами и ресурсанцем обоих сторон, он подталкивает к тому, чтобы все ресурсы должны быть использованы. Вот в этом плане мы видим, что иногда это уже, как бы, вот, где заканчивается национальный интерес, а где начинается политика партии для одной или другой группы, это уже, как бы, там границы очень размытые, и вот поэтому, как бы, я думаю, что иногда партии могут... То есть, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном это какой-то актив для внутренней политики США? Ну, если считать, что там армянская диаспора, там, очень, является очень активным участником политики США, внутри, как бы, они являются элементом, внутренним элементом для США, то да, почему бы нет? То есть, как бы, это есть? То есть, Господь, во-первых, я хотел бы узнать ваше мнение, почему именно сейчас только ли шли война в Украине, и еще одна вещь, которой я хотел бы потом вернуться к Ахмедбею тоже. Вы сказали, что, вы знаете, очень интересную вещь, вы сказали, что Франция сделала свой выбор. Дело в том, что из Баку мы на протяжении многих лет говорили, что Франция придерживается проармянской позиции. А сейчас вообще в Азербайджане сложно найти человека, у которого хоть были бы какие-то сомнения, да, в этом, что пытался какие-то аргументы. Вопрос исчерпан. Мы считаем, Франция это проармянская. Вам понятна эта генеральная линия, скажем так, Парижа? Ведь не всегда она была настолько, да, по крайней мере, люди как-то пытались, понимаете, завуалировать, сделать это приличнее. Были визиты, например, и в Армению, и в Азербайджан, как-то сбалансировали. И тогда ситуация не менялась проармянской, но был какой-то, знаете, марафет у этого дела. А сейчас вообще люди не пытаются даже это... Вам понятно это с точки зрения, опять же, речь же идет о ведущей стране Европейского Союза? Вот такое поведение. Вам понятно? Спасибо за то, что вы связали вот эти вопросы, потому что они связаны, и они показывают, как линия, я могу сказать, Вашингтона изменились. Во-первых, я бы сказал, что когда еще раз я был сопредседателем, позиция Франции не была проармянская. Мой коллегий, друг, посол Бернард Фассиэ, он был очень сильный, объективный я имею в виду, он не был по стороне Армении, не был по стороне Азербайджана. Он критиковал и публично, и с глаза на глаз с президентами, когда он думал, что одна сторона совершила ошибку или сделала что-то не так. Эта позиция Франции проармянская, так открыта, я заметил только во время второй Карабахской войны. И это был министр, тогда же министр иностранных дел Ив Ледран, и президент Макрон. И у Макрона была в 2020 году антитурецкая линия. Воспоминаем, что летом в 2020 году уровень напряженности на Восточном Среднеземном море был очень высокий. И Макрон каждый день критиковал Эрдуана, он послал военные самолеты там на Крит и так далее. И я думаю, что это про... Это линия про тех стран, которые против Турции и друзей Турции. Это то, что произошло. И Ледран и Макрон считали в начале второй Карабахской войны, что Турция стимулировала, я не знаю как, но Азербайджан, чтобы напасть на Армению. И мы помним, что 10 ноября, вот тот же самый день, когда президент Алия подписал это заявление с Арменией из России, вот министр иностранных дел, министр страны, сопредседателем Минской группы, он сказал, что, грубо говоря, Азербайджан неправ и Армения жертв. И это было ужасно. И с тех пор, по-моему, с тех пор, мне кажется, что Франция не может играть роль сопредседателя Минской группы. Но, по-моему, это все было новое для меня. Я знаю, я всегда, я слышал от друзей в Азербайджане, что Франция проармянская, может быть, Америка тоже, потому что диаспора армянская такая влиятельная. Но это не было так. И эта диаспора не так влиятельная в Америке. Она влиятельная, когда есть дело на графике политической, на которой обращается внимание. И это очень редко. Например, как заявление о том, что будет новый посол Америки в Армении или Азербайджане, тогда. Если идет война между странами, тогда. Но, кроме того, вообще в Америке это общение не очень влиятельное. Влиятельное, что касается наших дебат, но вообще не влиятельное. Это последняя вещь. Почему сейчас, вы спросили, почему сейчас? Если бы причиной была предвыборная кампания США, по-моему, линия Вашингтона была бы проармянская. Это по логике. Потому что, к сожалению, азербайджанская община не большая, не влиятельная. Протурецкая община тоже не влиятельная в США. Но армянская община, греческая община, они более влиятельные. И если бы предвыборная кампания была причиной, то тогда Байден и Блинкен были бы проармянские сейчас. Они нет. Или про греческие. Они нет. Они ищут баланс сейчас. Они из-за стратегических причин. Они знают, что мир нужен там на Кавказе и между Турцией и Грецией. То Америка продала больше оружия Греции. Да. И это выдвинуло беспокойство огромное в Анкаре. И только вчера или позавчера были новости о том, что уже в Конгрессе будет продажа F-16 к Турциям. И оппозиция сенатора Менендеза, который блокировал меня на пост посла Азербайджана, он уже снял его, как можно сказать, сопротивление на эту сделку. Я чувствую, что Байден, он сейчас использует его политический капитал с демократическими сенаторами. Он использует его час, его время и время Блинкена для того, чтобы способствовать развитию этого мирного процесса. И это из-за стратегических интересов США сейчас, когда Россия таким образом действует на Украине. Да, ваша мысль понятна. Отдельное спасибо, господин Брайза, за такой небольшой экскурс с точки зрения турецко-американского, греческого, скажем, треугольника. Спасибо за это. Смотрите, из того, что сказал господин Брайза, Яхмедвей, я делаю вывод, как минимум отчасти, что ухудшение отношений между Францией и Азербайджаном, оно в принципе есть, скрывать-то нечего. И проармянская, вот такая открытая, абсолютно не камуфлированная проармянская позиция Франции, она связана не столько непосредственно с нами, а то, что французы решают таким, как им кажется, они сводят счеты с турецкой стороной. Я очень такой огрубленно все это говорю. А вот опять же, это не вписывается ни в какую нормальную логику. Опять же, мы же не в средневековье где-то живем. Это Евросоюз, ведущая сторона Европейского Союза, которая всегда говорит о каких-то своих ценностях, и вдруг свои геополитические терки с Турцией, она решает навредить нам или против нас. Вот как это вообще? Я думаю, что мы даже в вашей передаче несколько раз обсуждали этот момент, что да, вот те резолюции, которые были приняты в парламенте Франции и так далее, мы должны сначала понимать, это часть каких отношений французско-турецких или французско-азербайджанских, потому что на той декларации, которая была принята, то есть на ней декларации, там имя Азербайджана упоминяется шесть раз, а имя Турции семь раз. То есть это как бы, там такие моменты есть в этом плане. Но и мы должны в Баку понимать, что во время Карабахской войны 2020 года Баку создал уникальный союз, это альянс Турции, Пакистана и Израиля. Как минимум, вот такие вот, очень такие, с разными точками, да, абсолютно. Но одновременно так получилось, что все друзья этих стран стали нашими друзьями, все враги, недруги этих стран стали недругими врагами для нас тоже. В плане Израиля, то, что сейчас происходит между Баку и Гораном, ясно. Мы видели, как Индия критиковала Азербайджан в совещании с Азербайджаном. В плане Европейского Союза тоже самое там происходит. Но Франция и Турция, они хотят быть лидером в одном и том же регионе, это большой Ближний Восток. Для Турции это бывшая Османская империя, а для Франции это сфера франкофонии. То есть это как бы тот самый отрасль, в котором оба страны хотят иметь... Французы по поводу франкофонии на Ближнем Востоке чуть-чуть преувеличивают, конечно. Да, они хотят это так видеть, но... Ну да, то есть это как бы там есть в этом плане. И естественно, это будет отражаться на нас. Точно так же, как еще раз говорю, это израильско-азербайджанское отношение имеет отражение на отношения между какой-то экраном, как патистанские отношения сейчас между Азербайджаном и Индией как бы уже там есть. И в этом плане тоже. Я вот... Но все равно, для меня французско-азербайджанские отношения, это как исследователи по международным вопросам, для меня там очень много загадок. Дело в том, что Франция одна из тех стран, западных стран, которые сотрудничают с Азербайджаном в плане военных технологий. Ну это было, я насколько понял. Хорошо, было. Прямо сейчас мне сложно об этом говорить. То есть это как бы то, что там спутники, да, это как бы... Вот знаете, когда какая-то страна принимает решение сотрудничать с какой-то другой страной, наивысшая точка развития... Это долгосрочная перспектива, да. Это продавать оружие технологии, трансфер-технологии, скажем так. Потом бросаться чем-то в эту страну, это как-то странно. То есть для меня, да, в этом плане очень-очень сложно этот феномен объяснить. Мы можем объяснить это личностью тех или иных политических фигур, но я думаю, что в этом плане французско-азербайджанские отношения, они были достаточно развитыми до Карабахской войны 2020 года. Сейчас. И, то есть, вот возникает вопрос, то, что сейчас происходит, это ли норма для азербайджанно-французских отношений, или есть норма, а то, что сейчас происходит, он, как бы, временный такой. Я думаю, что в этом плане, то работа, которую ведут армянские представители армянской диаспоры внутри Франции, прессинг на разных представителей разных политиков Франции, он сейчас, вот этот прессинг стал таким огромным, что уже на высшем эшелоне Франции это тоже чувствуется, и Баку уже медленно, я думаю, что уже двигается в эту сторону, чтобы создается там, активизировался, я думаю, что азербайджанская диаспора в этом плане. Будем надеяться. Вот это как бы уже, это уже не дипломатия, как говорится, на уровне лидеров и так далее, это то, что внутри Франции есть огромный прессинг на это, и это надо компенсировать только созданием альтернативного центра прессинга франции Франции, можно добиться этого того, чтобы этот прессинг на лидеров не стал таким силам, как сейчас, ну, потом и вернуть это в норму. Еще раз говорю, военно, это уже не продажа какого-то оружия, это сотрудничество в области высших технологий, это уже, это показывало, ну, серьезно, очень серьезные намерения, вот такие отношения. Потом, видимо, пришли несерьезные люди. Уважаемые гости, из ваших ответов я делаю один, как минимум, вывод, что, в принципе, улучшить эти отношения у Азербайджана, сам вот взять и улучшать, в принципе, не имеет никаких шансов, шаг должен быть сделан со стороны Франции, от Франции я этого не вижу. Ко степану Бразе, я знаю, что у вас мало времени, поэтому я быстро перехожу к вопросам. Вот меня что удивляет, да, вот меня не удивляет, что в том, что касается мирных переговоров, разработки мирного соглашения, этих посредничных, меня не удивляет, что Брюссель и Москва, это разные локации, разные треки, разные, хотя обсуждаем одно. Меня не удивляет, что Вашингтон и Москва по-разному, да, я не предполагаю, что эти стороны сейчас, ввиду событий в Украине, могут это делать вместе. Но меня искренне удивляет. Мы, с одной стороны, говорим о том, что страны Запада более-менее имеют гомогенную какую-то позицию по этому поводу, но мы видим раздельные локации, физически раздельные локации, Брюссель и Вашингтон, да, отдельно Блинкен это делает, отдельно Мишель это делает, да, они потом, поначалу даже это, когда было превалировал Брюссель, я помню, что Блинкен звонил в Брюссель и на эту тему говорил. Потом уже вот последние полгода мы видим, что американцы просто погрузились в это дело, почти не обращают ни на кого внимания, просто двигаются как паровоз, то есть каждую неделю этим занимаются. Это хорошо, конечно, если они что-то делают, да, но мне непонятно, вот почему, например, я понимаю, что по рангу там разные чиновничные позиции, но почему Евросоюз и Соединенные Штаты, допустим, не организовывают эти переговоры вместе? Это такая конкуренция, это такое нежелание поделиться итогами этих переговоров, что, опять же, мне понятно, почему Москва отдельно, Брюссель отдельно, почему Москва отдельно, Вашингтон отдельно, но почему Брюссель и Вашингтон отдельно? С вами Брайзен? Да, я совершенно согласен с вами. И когда я служил дипломатом, и это было во время президента Джорджа Буша, его второй раунд, и каждый раз, когда член нашей команды, там вот на экипе Европы, я имею в виду, там в Госдепе, каждый раз, когда мы путешествовали куда-то, например, я на Кавказе или на Среднюю Азию, и госсекретарь Райс, она сказала, говорила, что вы должны, должны посетить Брюссель до того, как ты вернешься в Вашингтон, и надо все координировать. И, конечно, когда минская группа действовала, это совершенно, все время мы координировали между Вашингтоном и Европой, не только с Парижем, но с ОБСЕ тоже, со всеми друзьями там в ОБСЕ. И это еще происходит, когда Россия сделала инвазию на Грузию в восьмом году, у нас было такое решение, потому что мы считали наши, честно говоря, европейские союзники очень слабыми, что касалось сопротивления против России. Россия, это была провокация, могу сказать, когда Россия нападала на Грузию, но европейские союзники, они хотели обвинить Грузию в этом, и это было не так. Но они это, они хотели это сделать, это сделать, и мы приняли решение, несмотря на то, что мы были расчарованными из-за этого, из-за этого позиции Европы, мы приняли решение сотрудничать с ними. И президент Евросоюза, тогда это была Франция, она должна быть лидером Франции вот в этом процессе. И мы очень часто, может быть, два-три раза физически встречались или в Париже, или в Вашингтоне, и особенно в Женеве. Но почему сейчас не делается, может быть, это результат президента Трампа. Он сделал очень серьезное ранение на отношения через Атлантик. Оказалось, что он вообще не только не был заориентированными этими отношениями, он хотел услаблять вот эти отношения, даже уничтожить. И сейчас еще президент Байден восстановит эти отношения. И есть уровень недоверия в Европе к США. Они знают, что так серьезно все сотрудничали для того, чтобы достигнуть договора с Ираном по ядерным оружиям. А Трамп ушел. А окей, сейчас Байден хочет вернуться вот на рамке вот этого договора. Но что будет, если Трамп будет президентом через два года? Это совершенно возможно тоже. То есть, есть несколько недоверия в Европе, что касается Америки. Но благодаря Байдену и Блинкену ситуация сейчас улучшается, с моей точки зрения. Но пока, если ты читаешь, то говорят и пишут европейские дипломаты, вся речь идет о суверенитете дипломатического. Суверенитет они ищут. А не только сотрудничество с Америкой. И, по-моему, это очень-очень плохо. Ваша мысль понятна. Ахмед, вот как вы считаете, почему они так разделены? Это все-таки конкуренция? Кто-то хочет перетащить на себя одеяло? Ну, думаю, что да. То, что связано с теми, что произошло между Европейским Союзом и США во время президента Трампа. Но этот джинн вышел из бутылки. Сейчас европейские страны, особенно Германия и Франция, они ищут для себя как бы место под солнцем в мировой арене, скажем так. В этом контексте, когда уже Ангела Меркель, его признавали как, скажем так, лидера Европейского Союза, очень мало. Когда она не участвует в этом уже процессах, она ушла в пенсию, то, естественно, французский лидер, это обязательно захочет в себе. В этом плане я хочу особенно отметить, что активизация Франции как медиатора в этом процессе рядом с Шарлем Мишельем случилась только после того, как пошла активизация дипломатов Америки. То есть это как бы это очень долгое время, начиная с декабря 2021 года. Европейский Союз от именно западных стран, Европейский Союз был той площадкой, которая соперничала с Россией. Но из того, что там как бы госпожа Пелоси была в Армении и потом то, что произошло, это уже как бы активизация вынудила как бы Макрона показать, что он тоже как суверенный актор может. Я очень извиняюсь, вы хотите сказать, что внедрение Макрона в этот процесс, это его, это французский ответ, то что американцы активизируют. В этом пока еще это видится так, но я не чувствую, вот я думаю, что это как бы некоторое время должно пройти, чтобы понимать полностью ситуацию, но пока еще это выглядит так, потому что видели, что французы как бы там было как бы Европейский Союз ввел все это переговорные процессы. Да. Сейчас мы вот в этом контексте вот как бы активизация суверенных акторов, вот к чему это приведет. В этом плане я думаю, что уже как бы там есть также активный ролл президента Турции между Украиной и Россией. Это уже как бы как медиатор в этом процессе. Мы видим, что обычно в таких деликатных вещах, когда медиатор, он для себя уже как бы создает определенные ресурсы, участвуя в этом процессе. И мы несколько раз видели, что как президент Макрон сказал, что участие, вот мы должны говорить с Россией, если мы не будем общаться с Россией, то президент Духан будет единственным лидером, кто будет общаться с Россией. Это называется ревность. Ну, скажем так, там как по-другому это назвать-то? Там есть процессы, в которых как-то Франция хочет участвовать. Особенно, я думаю, что чтобы балансировать этот как бы этот ролл Турции в том треке можно ожидать, что французское участие в армии-азербайджанском процессе, Париж хотел бы, он вышел на другой уровень, но я думаю, что вот площадки Европейского Союза и вместе с Вашингтоном, если там был бы определенный модел сотрудничества, это был бы идеальной площадкой для медиаторства. То, что имеет Европейский Союз, это экономический ресурс, это опыт Европейский Союз сам по себе, это огромный проект миротворчества между французами и немцами. И они, вот очень много конфликтов было в территории Европейского Союза, и Европейского Союза как-то удалось все это решить. То есть, огромный опыт, мягкая сила, точно все есть. Но не хватает той, вот как бы, да, американской, вот скажем так, хард-пауэр, реальный вот, да, вот это как бы, вот композит этого, я думаю, что он был бы более эффективным, это вот, если было бы такое сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем, это было бы идеальной площадкой, я думаю. Ну, посмотрим, что будет. Господин Павел, я знаю, что у Вас просто катастрофически мало времени, если позволите, если есть время, один вопрос, один вопрос. Во-первых, пользуясь тем, что Вы, так сказать, опытный американский дипломат, знаете, по поводу этих всех партнерств, по поводу всех этих, знаете, как попыток посредничества, есть такое скептическое отношение, что, дескать, они, это большие страны, делают это все не потому, что они армян и азербайджанцев хотят помирить или полюбить. У них свои национальные интересы, они просто так не стали бы, стал бы Блинкин тратить свое время каждую неделю звонить, если бы там не были такие, знаете, американские национальные интересы. Вы, вот как американский дипломат, можете до нас донести мысль о том, в чем заключается национальные интересы США в том, что касается мирного, вот, ну, допустим, что США, в чем будет профит Соединенных Штатов, если Азербайджан и Армения подпишут это мирное соглашение. Это один момент. И второй момент, вот это вся геополитическая конкуренция, вот мы говорим Брюссель, Москва, Вашингтон, это же вопрос не только, скажем так, знаете, как дипломатических линий, это же все-таки некая конкуренция геополитических центров. Может ли наш регион в таком случае, когда вот большие такие дяденьки борются, да, стать некой жертвой в этом регионе, да? Окей. Можно тоже задать вопрос, какой прибыль для Америки, что касается нефтегаза в Каспийском море, потому что в Азербайджане никакая американская компания производит нефть или газ в Азербайджане, но без нашей очень-очень активной поддержки никогда не было бы Баку-Тбилиси-Джейхан или Южный коридор не существовали бы против нашей поддержки. Почему? Потому что, во-первых, Россия. Мы знаем, что Россия хочет не только повлиять, но доминировать на вас, на вас, на всех стран, бывшего союза. Президент Путин открыто говорит об этом и таким образом действует. То мы знаем, наш национальный интерес, это если вы являетесь независимыми государствами, мирными и просветающими государствами, потому что там такой мир, значит, что Россия не может просто способствовать кризису, на который мы должны реагировать. Это одно. Во-вторых, нефтегаз, они важны не для нас, но для наших союзников в Европе. Вот это одна семья. Да, есть недоверие, мы только что об этом говорили, но это семья дипломатическая и стратегическая. И если экономии наших союзников и наших друзей просветают, это очень хорошо для нас. И, честно говоря, как больше нефтегаза есть на мировом рынке, так лучше и ниже сет цены, и это хорошо для наших промышленностей и так далее. Третье, вообще, в принципе, мы считаем, что это справедливо, что по чартеру ООН у каждого государства есть право определить, с кем вы будете сотрудничать, в каком направлении вы будете стремлять. И если одна страна, это еще Россия, хочет вмешиваться, это просто несправедливо. И когда существует высокий уровень несправедливости, но еще раз нет стабильности, то у нас наш главный интерес вот эта стабильность, это тоже независимость Азербайджана и других стран, и это все для того, чтобы эти ресурсы могут найти свой путь на мировой рынок, и чтобы Россия не могла еще раз восстановить Советский Союз. Ваша мысль понятна, господин Брайзер, мы не будем держать вас дальше, я знаю, что у вас мало времени, мы с вами прощаемся и благодарим вас за участие. А, Сахмедович, мы с вами еще продолжим наш разговор. Я хотел бы коснуться вот такого момента, ну, буквально некоторое время назад, несколькими часами ранее, было выступление президента в Астане, и он касался того, что происходит между Арменией и Азербайджаном. Я, если позволите, цитат. И он сказал, что несмотря на урегулирование Карабахского конфликта, Армения продолжает военные провокации на границе. Последняя из них была совершена в сентябре этого года, сказал президент Азербайджан, выступая на проходящем на Астане пленарном заседании шестого саммита совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Во-первых, есть ли у вас ощущение в том, что вот эти провокации могут вылиться во что-то, ну, повторить как минимум сентябрьские события, да? И как вот эти провокации, являются ли они неким инструментом в самом вот этом переговорном треке для Армении? То есть она это провоцирует, чтобы как активы сводят. Потому что секретарь Совета безопасности Армении вчера давал интервью, он как бы от своего имени говорит, да? Он сказал, что до конца года есть договоренность защитить мирного соглашения. А зачем тогда эти провокации? Ну, знаете, я думаю, что это в первую очередь является внутренним элементом для армянской политики. Дело в том, что сейчас Пашиня обвиняет в очень многих грехах, особенно в том, что там национальные интересы как бы там, скажем так, игнорируются. И вот его противники обвиняют его в этом. Я думаю, что он должен показать, что нет, он все еще как бы имеет контроль над процессом. Ну, и я думаю, что для Армении очень-очень-очень нужна маленькая победа. Это может превратиться в большую трагедию. Для Армении это их попытка сделать маленькую. Вот, но для Пашиня, чтобы показать, что вот это Тавурские события июня 2020 года привело... Да, абсолютно неверная интерпретация. Мы видим, что как потом все это было использовано. То, что убили генерала азербайджанской армии в то время, это для внутренней автория Армении, это было как бы таким вот, то, что не смог делать Серси Аксиан, Роберт Хочарьян удалось Пашиняну. Вот Пашинян всегда хотел создавать этот имид, что он вот чем-то лучше своих предчастников в этом плане он использует это все это. То есть это очень-очень важно. Но к чему может это все привести к большой войне? Ну и я думаю, что этот риск всегда там существует, но мы должны следить за тем, насколько удачно получится у Европейского Союза отправить там мониторинговую миссию. Вот сейчас уже как бы начали про это говорить fact-finding миссию. Это совсем разные вещи. Ну посмотрим, как это будет выглядеть. Если это fact-finding, возможно, что он… Некое обвинение, обвинительный акт хотят подготовить? Возможно. Ну я думаю, что fact-finding миссия, он может быть уже как бы это приходит, проверяет, смотрит на какое-то место, а потом уходит. В течение двух месяцев подряд. Да, подряд. Ну так вот. А вот если вот то, что с начала, с самого начала там было, у меня было такое мнение, что будет мониторинг… Наблюдательная миссия. Наблюдательная миссия. Наблюдательная миссия для… Ну она, в принципе, так и называлась. Почему они… Для всей границы армейно-азербайджанские там будут стоять… Тысяча километров. В общем, понимают ли они объем работы. Как-то это будет все этот мониторинг вестись сейчас. А сейчас это fact-finding. Это разные, там очень так есть нюансы, да, вот. Непонятно, как это будет. Но если там в Европейском союзе удастся хотя бы на два месяца там… Стабилизировать ситуацию. Я думаю, что стабилизация ситуации имеет больше. Ну, время покажет, получится у них или нет. Я же, к сожалению, эфирное время, говорю, что эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие и господин Абразе, который все это время был с нами в эфире, но должен был бежать. И напоминаю нашим зрителям, что в студии на наши вопросы отвечал исследователь по Международному управлению Ахмеда Ли. Еще раз большое спасибо. Вам спасибо. А по зуму с нами был бывший посол США в Азербайджане Мэтью Прайса. В эфире телеканал CBC была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ее ведущий, Санар Зайв. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова